Слава Господу, друзья, что когда у нас спрашивают люди, зачем вы как часто ходите в церковь, мы всегда им отвечаем, ведь там мы преобразовываемся, ведь там мы встречаем славу Иисуса, друзья. Сегодня мы много слышали о преображении, то, что мы видим в жизни учеников, в жизни Иисуса Христа. Когда Иисус преобразился перед учениками, мы понимаем одну ясную мысль, что Иисус, Он открывает Себя. Ученики Его видели по-другому, другое сияние. И я уверен, что Иисус залаживал в учеников вот эту, друзья, знаете, мысль, что когда мы идем за Богом, то наше познание Бога, оно никогда не будет стоять на одном месте, оно постоянно должно возрастать. Чтобы Бог в нашей жизни, Он преобразовался. Мы также понимаем, друзья, что, читая в Новом Завете, мы видим, как Бог преобразовался. Я хочу, чтобы мы вместе открыли Ветхий Завет, книга Бытие. 22 глава. Я хочу поговорить о том, как Бог преобразовался перед Авраамом и как Бог преобразовал Авраама. Моя тема о том, что Иисус преобразуется, и Иисус преобразует верующего человека. Прочтем с первого стиха. Бытие, 22 глава, с первого стиха. И было, после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека и сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. Авраам взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. Начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой, он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой, и шли далее оба вместе. И пришли на место, к которому сказал ему Бог и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоего на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного, твоего для меня. И возвел Авраам отец свой и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его на всесожжение вместо сына своего. Аминь. Когда мы, друзья, читаем, что Бог искушал Авраама, люди часто говорят, ведь Бог не искушается злом. Если быть дословно в переводе, то здесь сказано, что быть испытанным. Бог не искушал Авраама, но Бог хотел испытать этого человека. Дальше мы видим такое выражение, которое часто сильно людей сбивает с толку, особенно неверующих людей. Как Бог мог испытать Авраама собственным сыном, чтобы он умертвил его? И когда люди приходят в церковь, и люди, которые знают эту информацию о Боге, они говорят, «Ваш Бог, у него не все в порядке. Он очень жесток по отношению к людям». И что, друзья, мы видим? Дальше мы видим. Когда Бог ему сказал, Авраам, иди в то место, о котором я скажу тебе, написано, Авраам встал рано утром. Такое чувство, как будто это все-таки естественно происходит. Все как будто по обыкновению. У Авраама как будто нет никакой претензии к Богу. Ему Бог сказал им, тут мы видим, что Авраам собирает осла, запрягает все, что нужно, и идет. И, друзья, какая разворачивается перед нами картина. Когда сын спрашивает, отец, есть все. Есть все для всесожжения, но где? Где само всесожжение? Хочу уточнить, друзья, момент, что Исааку было около лет 25. Там не был маленький мальчик. И Исаак, он прекрасно понимал, что он окажется на этом месте. Но, друзья, какую я хочу мысль донести сегодня нам? Я хочу отметить два момента. Мы очень многие думаем, что эта история нам повествует о том, о верности Авраама к Богу. Но я хочу сказать, что самая мысль первостепенно заключается в другом. Я хочу сказать, что Бог, он пытался Авраама преобразить и перед Авраамом преобразиться. Это почему? Хочу, чтобы мы вникли в историю, что происходило там в культуре. Все дело в том, что язычники, которые поклонялись своим богам, которым и поклонялся Авраам. И Фара, отец Авраама, он был человеком, как Дмитрий из Нового Завета. Он делал литые истуканы. Они, по-другому сказать, они делали лжебогов и поклонялись. И у Авраама изначально была такая жизнь. Они так жили. И самое ужасное, что в то время существовала практика. Если ты хочешь благословения, принеси своего сына на алтарь. Ты его должен убить и ты должен его сжечь. Это была жертва бесам. Так вот, я хочу, друзья, показать, что в этой истории Бог пытается донести Аврааму. Авраам, я не такой, как эти боги. Я не требую этого. И когда Бог сказал, ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. Бог хотел показать Аврааму, что я другой Бог. Я не такой Бог, как ты привык видеть и как ты привык жить. Я абсолютно другой. Я не хочу, чтобы ты умерщвлял своего сына. В этом было, друзья, преображение Бога. В этом Бог преображался перед Авраамом. Он давал ему понимание, что он Бог другой. Почему? Потому что, когда мы живем в нашей жизни до познания Бога, мы тяжело грешили. Мы жили отвратительной жизнью перед Богом, потому что Бог ненавидит грех. И то, что мы видим в жизни Авраама до того, как он пришел к Господу, то мы видим, что его жизнь была полна идолов и этих оккультных практик. А Бог преобразовывал Авраама. Он сказал, я не такой Бог. Я не хочу, чтобы ты приносил своего сына на алтарь. Я хочу изменить твое мышление. Я хочу привести еще одну историю. Эта история была с Елисеем. Когда Нейман, военачальник, был болен проказою, это был сильный воин. Почему я хочу связать эти две истории? Я хочу их связать по той причине, что оккультные практики, о которых мы читаем, у этих людей было что-то общее. Вот с Авраамом до познания Бога и с Неемией, то есть не с Неемией, а как звали военачальника? Нейманом. Часто путаю. С Нееманом у них было нечто общее. Я хочу сказать, что. Когда этот прокаженный человек пришел к Елисею, сказав, что меня, в общем, сюда послали, я знаю, что здесь есть Бог, который может исцелить. Интересны были ожидания этого человека. Он разозлился по той причине, что он думал, что к нему выйдут, что ему уделят некое время, что его якобы уважат. Он же был военачальником, он же был знаменит. Я хочу сказать дальше, что произошло с этим человеком, о чем вы и знаете. Когда он макнулся в водах Иордана, написано, что он стал чист. И от благодарности он приходит к Елисею, он приносит богатство и говорит, возьми это все. Я думаю, там были очень большие богатства. Он говорит, возьми это все. Елисей говорит, жив Господь, ничего не возьму с рук твоих. Почему? Елисей, он хотел показать этому человеку, который был язычником, что Бог, которому я служу, он не такой Бог, как ты, привык. А как он привык? Этот военачальник сирийский, он привык к тому, что когда они приходили к своим богам, они обязаны, должны были принести какую-то жертву. Только по той причине, что будут некие ответы, хотя сомневаюсь, что там были ответы, но такое было лживое учение, обольщение вот этих людей. И Елисей говорит, жив Господь, я не возьму. Этот человек, он по-другому не понимал, что есть Бог, который, как написано, сказано, Бог, который не живет в рукотворенных храмах. Бог не требует служения рук человеческих. Как часто мы, друзья, порою думаем, что вот мы Богу что-то принесем, мы Богу что-то дадим. Бог нас обязан благословить. Я помню, когда у Андрея Кота была свадьба. В общем, ровесник мой с этой поместной церкви, это было лет, не помню, может быть, 7 назад. Я помню, что у меня было такое мышление. Я хожу в церковь, я пою в хоре, я участвую, в общем, там, на каких-то молодежных слетах. Но что произошло? Мы когда ехали на репетицию, чтобы репетировать, вот, заход сюда, молодых, я очень сильно спешил по той причине, что я просто играл на перегонки. Я очень сильно разбился тогда на машине. И знаете, вот это мышление, которое было у меня, оно меня поразило. Почему? Потому что я думал, да как так? Ведь я ехал не на какую-то дискотеку, я ехал не в какой-то компании, я же ехал вообще в церковь. Как, Бог, ты допустил такое, что я разбился? И очень часто я знаю, что есть такие случаи, когда люди ехали в церковь, они разбивались, у них происходила очень сильная обида на Бога. Почему? Потому что я вот тебе служу, а ты меня как-то не бережешь. Я попадаю в такие ситуации. Но, друзья, Библия говорит, что Бог не требует служения рук человеческих. Почему? Потому что Бог дает нам все благопотребное для жизни. И этот человек, военачальник, он никак не мог этого понять. Мы видим впоследствии, когда он сказал этому военачальнику, иди с миром. Он ушел. Сатана всячески пытается поставить верующего человека в лживое представление. Как это произошло? Геезия принял мысль от Лукавого, что нужно все-таки догнать и взять богатство. И что мы видим, что этот военачальник, он дал ему это богатство. Но с каким мышлением уехал этот человек? Да, возможно, вначале его тронула та самая мысль, что Елисей не взял никакого богатства, потому что Бог его другой. Но ведь Геезия был точно таким же человеком. Он носил вот этот статус, как по-нашему сказать, христианин, человек Божий. Что произошло? Я не знаю впоследствии, как жил этот военачальник, когда он увидел вот такую разницу, что все-таки этот верующий пришел и взял все-таки деньги, потребовал за исцеление. И потом, возможно, носилась вот эта мысль, что Божий человек исцеляет за деньги, что Божий человек может что-то сделать, но за деньги. Это лживое представление. А Бог преобразовывает, друзья, нас. Я хочу перевести еще одну историю. Она записана в Новом Завете. Когда подходит некий человек, некто падая пред Христом на колени, и говорит, учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Друзья, мы видим, какой акцент у этого человека. Он говорит, Господь, чтобы мне наследовать жизнь вечную, мне нужно что-то сделать. У этого человека было понимание, что если я буду давать что-то Богу, то таким образом я могу жить двуличной жизнью. Почему? Потому что у этого человека была огромная проблема. Он не мог расстаться с тем, что у него было в его жизни, в его сердце. Да, он исполнял заповеди, как Иисус сказал. И написано, что он понравился Иисусу, в том плане, что он исполнял заповеди, вторую, третью, четвертую, где сказано, не завидуй, не желай. Да и зачем? У этого человека все было. Но Иисус там не назвал единственную заповедь, которая была самой главной. Это была первая заповедь. Я Господь Бог твой. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Иисус эту заповедь не упомянул. Когда Иисус начал со второй и начал говорить человеческие вот эти, написано, что Он говорит, а я от юности это соблюл. Друзья, я от юности это соблюдаю. Я от юности удержусь Бога. Вы представляете, какая мысль? Он говорит, я от юности соблюдаю заповеди Божьи. Иисус говорит, нет, ты не спасенный человек. В тебе нет жизни Божьей. Ты просто делаешь вид, что ты живешь с Богом. Ты исполняешь заповеди. А Иисус говорит, нет, ты живешь луцемерной жизнью. У тебя внутри проблема. У тебя на первом месте не Господь Бог. У тебя твои какие-то амбиции и твои желания. Друзья, насколько это страшно. Я думаю, эта мысль, она просто шокировала этого молодого человека. Или, в принципе, там был не молодой человек. Я думаю, он был настолько сильно поражен тем, что он услышал от Иисуса Христа. А Иисус сказал ему, продай все и следуй за мной. В тот момент, когда Иисус видимым образом ходил на земле. И Иисус говорит, продай все и следуй за мной. Он не смог оставить. Он не смог оставить внутреннее я. Друзья, это страшно. Я когда задумываюсь о таких вещах, я понимаю, насколько мне нужно жить перед Богом свято и преобразовываться в каждом дне. Потому что я могу всю жизнь ходить, проповедовать, могу петь, могу молиться, могу людям свидетельствовать. Но если у меня нет реальной жизни с Богом в отношениях, если я всю жизнь свою построил на опыте, я на опыте могу пройти христианский путь. Но если у меня нет откровения, если у меня нет жажды, чтобы мое тело было на жертвеннике, Иисус говорит, все напрасно, напрасно всеслужение. Библия нам говорит, Евреям 10 глава, 5 стих. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Библия говорит, что Бог однажды сказал такие слова, «Я милости хочу больше, нежели Твоих дел. Я милости хочу больше, нежели всеслужения». И когда Иисус доносил этому человеку мысль, который назвал его благим, у Иисуса была одна цель, «Мне тело Твое нужно». Библия говорит, что жертвы приношения Бог не хочет. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу». Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу». Библия нам говорит, что Бог не восхотел жертв. Это Богу не нужно. Но Бог говорит, «Тело, тело, дай мне свое тело». Мы можем, друзья, верить в душе, как люди говорят. Мы можем исповедовать Иисуса Господом. Но Иисус говорит, где находится Твое тело? Находится ли оно в служении Мне? К Римлянам, послание Римлянам, 12 глава. Во втором стихе написаны такие слова. «Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Если сравнить это с Авраамом, с которого я начал свою проповедь, Авраам сообразовался с веком до познания Бога. Но когда он встретил Бога, и когда Бог сказал Аврааму, «Выйди, выйди из родства твоего, выйди из земли твоей, ставь это». Был шаг выйти из ура Халдейского. Ур Халдейский был не вокруг Авраама, ур Халдейский был внутри у Авраама. До познания Бога. Вот здесь был ур Халдейский. Но что мы видим? Библия учит, но преобразуйтесь обновлением ума. Почему? А потому что Библия говорит, что мы имеем ум Христов, что всякий рожденный от Бога, друзья, он имеет ум Христов. И Бог хочет, чтобы все то, что было тленным, все то, что было когда-то у нас в нашей жизни, чтобы мы преобразовались в новой жизни, во второй Коринфянам. В 3 главе 18 стихе написано, «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Друзья, Библия нам говорит, что когда мы, когда мы взираем на Божью славу, мы преображаемся. Друзья, если в нашей христианской жизни мы не видим Божью славу, если в нашей жизни не преображается Господь, нам нет смысла идти за Богом. Если мы не взираем на славу Господню, здесь четко сказано, взирая на славу Господню, человек преображается. Если человек занят другим, если он живет другим, он не будет взирать на славу Божью, это его просто-напросто не будет интересовать. А Библия говорит, что мы, взирая на славу Господню, мы преображаемся во что? В образ, который создан человек, по образу и по подобию Божьему. И Бог хочет видеть человека, которого Он создал. Когда мы растим своих детей, мы хотим, чтобы у них был образ любви, долготерпения, мира, кротости, святости, о чем Бог нас учит, о чем учили меня мои родители. Бог нас учит, как своих детей, чтобы мы преображались, друзья. Мы знаем, что Моисею лицо, оно преобразилось. Сегодня передо мной, братом, было сказано, как Бог преображался Моисею, как Бог открылся ему в нечто другом подобии, в великой славе, в великом могуществе. Весь этот гром молнии. И что было страшно? Что было страшно? Настолько страшно, что народ отступил. Почему? Почему, кажется, отступать? Когда Бог перед тобой преображается, куда отступать? Но нам часто страшно. Почему? Да потому что, когда мы к Богу приходим, когда Бог нас меняет, нам нужно оставить наше любимое. Нам нужно оставить то, что порой нам так любимо. Бог говорит, тело хочу, тело твое, чтобы оно было в служении, чтобы ты свидетельство был моим, чтобы ты был свидетельством моим, друзья. Лицо Стефана преобразилось, когда он стоял перед всем Синедрионом и перед всей толпой. Я думаю, когда Иисус преобразился перед учениками, эта история, которую мы сегодня слышим целый день в собрании, которую мы читаем в Библии, Иисус дает понимание, что когда мы с Иисусом Христом, мы можем преобразоваться, друзья. И как часто мы, бывает, зацикливаемся на тех моментах, которые у нас есть в жизни, когда мы над чем-то молились, мы постились, а смотришь, а проблема как будто не уходит. И нас часто это сбивает с толку, мы как-то не преображаемся. Друзья, но нам Библия говорит ясно, что когда мы идем за Богом, постепенно, постепенно, не все сразу может происходить. Наш характер не сразу в течение одного месяца может поменяться и стать совершенным. Если мы будем читать Библию, а мы читаем Библию, то мы видим, насколько отцы, о которых сказано, что их недостоин был весь мир, то мы читаем, какие чудовищные они вообще дела делали, как Авраам подставлял свою жену собственную, да фараону. И наблюдая за жизнью этих людей, мы можем видеть, они были так же лукавы, они были где-то лицемерны, один любил одного ребенка больше, жена его любила другого ребенка больше. лицеприятие. Но однако же, друзья, мы видим, что пришла эта перемена в их жизнь, когда они шли за Господом, пришло преображение, о чем Дух Святой свидетельствует нам, что когда мы идем за Богом, что нам нужно усилить, усилить и еще раз усилить. Почему? Потому что Христос сказал, усилием царство берется. Я хочу, друзья, призвать вас к молитве. Встань на наши ноги, помолимся, помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok